...перечень целевого представления микрозаймов. Теперь займ можно использовать на приобретение легковых автомобилей, снегоходных транспортных средств, лодок и лодочных моторов в целях ведения бизнеса. Такое решение было принято по результатам анализа обращений от предпринимателей. Система микрофинансирования оказалась востребованной. За время действия этого вида поддержки микрозайм был выдан семи предпринимателям. Подробности в следующем материале. У нас площадь небольшая, но нам хватает пока места. Если будем расширяться, то уж надо строить новый магазин и уже увеличивать ассортимент товара. Построить магазин и расширить ассортимент Павлу Матвееву поможет поддержка фонда предпринимательства. В этом году бизнесмен воспользовался микрозаймом. Взял денежную сумму под залог движимого имущества. Я заложил свой автомобиль личный, вытянул только на 750 тысяч. Удобно, потому что процент небольшой, 9%. Да, действительно, кто строится под стройки, с ним дают вообще под 7%. Это тоже здорово, в принципе. Но все равно надо, чтобы были объемы работ, чтобы возвращать обратно. Нужно возвращать его. Работы, по словам Павла Васильевича, хватает. С 2007 года бизнесмен, кроме оптово-розничной торговли, занимается установкой сантехнического оборудования. В округе его услуги пользуются спросом. Все официально по договору, что, пожалуйста, работа выполнена, распишитесь, получите. А гарантия есть? Конечно, без этого никак. Сейчас у нас гарантия – это одна из основных. Можно, что люди могли спрашивать. Гарантия вот, да, мы здесь живем и работаем, смысл нам бегать от кого-то. А на сколько максимальная гарантия нет? Даже если мы пишем, прописываем в договоре год, люди все равно обращаются и обращаются. Мы идем и идем, мы никому не отказываем. Не отказывают и таким надежным предпринимателям, как Павел Матвеев в фонде поддержки предпринимательства и предоставления гарантии. Микрозаймов с начала действия программы выдано на сумму более 4 миллионов. В июле этого месяца на очередном заседании Совета фонда было принято решение о расширении перечня целевого использования средств. Обращалось ряд предпринимателей с просьбами выдавать микрозаймы на покупку, допустим, лодок, снегоходов, транспортных средств, особенно это пользуются у охранных агентств, у доставщиков, такси и так далее. Ранее это было запрещено. Сейчас это возможно, дабы расширить спектр предпринимателей и расширить количество предпринимателей, которым оказана поддержка государства. Кроме того, изменения коснутся и конечного потребителя. Приобретая автомобиль, снегоход или лодку, предприниматель снизит издержки на транспортные расходы, что в конечном счете позволит снизить цены на реализуемый товар или услугу. С новыми видами и условиями микрозаймов, предоставляемых фондом, можно ознакомиться на сайте фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ниньского автономного округа по адресу фонд83.ру Любовь Пермякова, Антон Ведряков, Телеканал Север